Называлось «Полётный гнездом глухаря» на ТВЦ. Мы года три её сами делали. А почему именно «Гнездо» и «Глухаря»? Вы, конечно, не охотник, а я так думаю, и нет. Но бывало, охотники знают, когда на таку глухарь поёт, ему наплевать абсолютно на охотник. Да, он такует. Он, как Райтинг писал, иногда заходится, поёт здорово иногда заходится. Так и он. Он заходится, его можно брать голыми руками. Мы же начинали чисто как «Барды». И вне была рафинированная, репертуарная, концертная программа «Барды». От «Бардов», которого ещё никому не известны, до Серёжи Никитина, Митяева и так далее. Которые уже с именем небольшим. Ну, конечно. Это было 25 лет. За это время мы уже несколько трансформировали репертуар. Потому что когда-то был, ну и, может, и не застали в силу своего молодости, был политехнический музей. Это были 60-е годы, а я тогда был студентом. Вы заблуждаетесь, по-моему, по поводу моего возраста. Ну, может быть, мы их не будем уточнять, но мне кажется, так. Хорошо. Так вот, политехнический музей, что, имел ли отношение к какому-то музею? Там музей для каких-то… Разумеется, это гремело по всей стране. Там собирались лучшие, я имею в виду творческо-культурные, поэты, писатели. Ну, конечно. Наши барды, в том числе, все. Поэтому мы расширили, расширили. Бардовское искусство как таковое, оно не умерло, как испугался в своё время Булата Шалович. Ну, оно трансформировалось некогда. Оно трансформировалось, оно живёт, процветает у нас. В Москве вы были когда-нибудь в «Гнезде в Москве»? Ну, конечно. Были, да? Вы знаете, что там… Правда, давно не была. В концертах половина молодёжи. И это очень радует. То есть, эта душа ручная, она будет всё равно прорываться, несмотря на всякие безобразия, которые сейчас, в это время, я называю это эпохой. Вырождение, простите за резкие слова, вот эти годы. Потому что, как писал Солженицын, открыли занавес, да? В 90-м году, там, в 88-м. Оттуда хлынул такой поток. Ну, мы пережили уже 25 лет, как его открыли. Мы уже несколько, 30 даже, да? Мы уже немножко пережили это время. Ну, с одной стороны пережили, а с другой стороны за это время мы забыли о том, что советская пропаганда – это мощная была пропаганда, продуманная. Лучшие люди, которые заканчивали факультет журналистики, ИВА, МКИМО, уходили на зарубежные вещания. Это было АПН и так далее, да? Там лучшие кадры. Почему? Потому что есть мудрое выражение одного умного человека. Если ты хочешь завоевать непобедимый народ, воспитай его детей. Вот и воспитали. Тогда все плюнули, ушли оттуда вообще. Тут же пришли товарищи, которым очень полезная стезя молодая. Знаете, я с вами абсолютно согласна. У меня такое ощущение, что и сейчас многие люди пишут именно по заданию. как будто бы они спонсируются какими-то организациями и наводят вот эту вот… Ну, в принципе, товарищ Карель Мац, старший экономист. Вот Таня пришла. Вот Таня. Добрый день. Да. Значит, сейчас мы быстренько… У нас был грустный. Более старший – это я. Так. Есть у нас такие достойные товарищи. Вот. И я вам говорил, что политика – это концентрированное выражение экономики. Если есть рынок, да, такой, как Россия, другая, то будут, можно, большущие денежки… Ну, у нас такая большая страна, что деятельность их была просто без… Поле деятельности было необозримо. Оно и сейчас во многом осталось. Но мы с вами уходим, между прочим, в тему, которая может продолжаться два часа. Я хотела не об этом сказать. Да, давайте. Вы открываетесь. Трудное время. Да. То есть только что была полностью карантин. И мы не знаем, что будет через неделю. Может так оказаться, что снова наступит карантин. А вы рискуете открыть кафе. У вас. У меня нет такого ресурса, который называется «сундук», а в нем времени. Во! Понятно. Вынимаю отсюда еще 10 лет. Мы хоть должны были открыться 28 марта. Понятно. А в 16 марта Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Карантинская. Да все. И мы, значит, полгода просидели, по сути дела. Типа, надо когда-то начинать. Мы готовы выйти на эти трудности, потому что одна из самых тяжелых потерь – это потеря времени. Жизнь. На мой взгляд. Но его у нас мало. Да, но вообще нет. Ничего. Но мы еще будем отвечать на всякие вопросы. Да. Но я желаю вам горячо и искренне желаю вам успеха и процветания бару. Место хорошее. Спасибо. Да, мы 5 лет ходили, облизывались везде. Искали. В каком месте. Вот это место. Будем надеяться. Тут у вас поэт рядом, Ахматова, я имею в виду. Напротив тоже такое, в общем, символичное сооружение. Да, да, да. Зачем чего? Так что будем надеяться на успех. Спасибо. Спасибо.